Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. Магия успеха, старое самопознание. Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. И давайте сегодня посмотрим, что же думает о вас загаданный человек с самого утра. Настраивайтесь на расклад, подумайте об этом человеке, представьте его, визуализируйте. Посмотрим сегодня, в каких энергиях находится загаданный человек по отношению к вам. Какой он сам по себе, как его видят высшие силы, что происходит между вами с его точки зрения, не с точки зрения высших сил. И потом раскроем наши главные вопросы. Кому не хватает времени, девочки настроятся на данный расклад, видео можете поставить на паузу. Итак, в каких энергиях находится загаданный человек по отношению к вам? Недоверие, конфликт. Скорее всего, между вами есть расстояние, отдаление. И с каждым днем это набирает силы и обороты. Безусловно, этого человека к вам тянет, манит, но он не может справиться со своим состоянием по отношению к вам. Вы для него очень манкая, вы для него очень яркая личность. И, конечно же, для него, вот с вашей стороны будут какие-то ограничения. Он дотянуться до вас практически не может. Хотя он для себя может утверждать, да мне все по плечу, море по колено. Я только захочу, она будет моей. Но, скорее всего, да не тут-то было. Человек пытается о вас разузнать, какую-то информацию. Безусловно, ему интересна ваша жизнь, как вы живете, что вы делаете, с кем общаетесь, с кем встречаетесь. Чем вы на сегодняшний день вообще увлечены. То есть, ему хочется знать вообще, куда вы курс держите на самом деле. Интересная энергия. Давайте с вами посмотрим. Сам по себе человек какой? Сам по себе этот человек какой? Какой он сам по себе? Этот человек, смотрите, в какой-то степени он парный. Но не совсем он в паре будет раскрываться. Неважно, с кем он общается. Будь то это прям самый близкий для него человек. Человек, будь то это коллега по работе, я не знаю, соседи, друзья. Здесь человек все равно будет как-то подзакрыт. Почему? Потому что, скорее всего, он переживает за то, что могут найти его уязвимые точки. Тогда, когда мы как нераскрытая книга, нам намного проще стоять в какой-то защите, в обороне, чтобы не впасть в какую-то жертву, жертвенное состояние. Скорее всего, человек уже находился в таких ситуациях, где открывался, допустим, кому бы то ни было, или в какой-то ситуации он прям полностью вник, впроник. И там были видны все его личностные качества, да, как может себя человек вообще позиционировать, проявлять. И там мог получиться некий такой конфуз. И, безусловно, после такого рода ситуации, такого рода состояния, человек реально мог подзакрыться. И, как говорится, потом у этого человека ищет свищи, как ветра в поле. То есть он может затихариться. Человек двойственный. С одной стороны, он может вам говорить одно, но на самом деле подтекст будет совершенно другим. Это сложный человек. Тревожный человек, потому что все-таки здесь эмоциональный фон у него будет не совсем в таком здоровом состоянии. Человек может страдать психосоматикой. У него действительно могут быть какие-то фобии, допустим, к примеру, да. Либо он может из мухи раздувать слона. То есть, по сути, там никаких проблем нет, а он может прям опасаться чрезмерно, где нет-нет, вот это вот будет для него как-то плохо. Вот тут немножко, знаете, такое, как неверие в положительный исход событий. Вот что-то такое, девочки, идет. То есть изначально, когда человек что-то начинает, вот как, знаете, как начинает за здравие, заканчивает за упокой. Вот что-то такое сегодня идет, какая-то информация. То есть я активный, я позитивный, а потом раз как-то издувается. Но это его страхи срабатывают, скорее всего, неуверенность, комплексы. Сначала вот такой эгегей, а потом, ой, нет, я где-то что-то не дотягиваю. И лучше тут я сольюсь. Вот что-то такое, девочки, идет. Этот мужчина, конечно, может быть довольно-таки успешным человеком, но его успех, его успех, вот, знаете, такой, какой-то, ну, как минимальный, что ли. Ну, ему хватает, давайте так. Ему хватает, но, безусловно, нам каждому хочется побольше. Вот если, допустим, к примеру, человек здесь решает для себя расширить какие-то свои возможности, он будет, девочки, жертвовать собой, идти на ложь, идти на обман, идти на манипуляции для того, чтобы ему вот что-то получить свое. На это он способен. Но потом он будет, вот, понимаете, немножко таким нытиком, потому что не всегда он может получить вот то расширение, на которое он нацелился. Понимаете, вот здесь вот идет вот такой вот затык. Постарайтесь понять, о чем идет речь. Краткое описание, это общий расклад. И вообще невозможно, на самом деле, даже при личной консультации полностью раскрыть человека. Это нужно, я не знаю, целый месяц, да, работы, чтобы понять досконально, из чего состоит человек. Хорошо, давайте посмотрим, как он расценивает ситуацию между вами на сегодняшний день. Как он расценивает, что между вами? Что между вами? Как он расценивает ситуацию, что между вами? Здесь может проходить, девочки, многоугольник, треугольник, если быть точнее. Ну, у кого-то может быть больше углов, как говорится, да? Но интерес есть. Интерес присутствует, возможно, как с вашей стороны, так и с его стороны. Но здесь происходит что-то такое, как завершающее, что ли. Завершающее. Ему бы, смотрите, ему хочется, чтобы ваши отношения, они вновь возродились. Пусть это будет какой-то маленький шажок. Пусть это будет что-то незначительное. Но ему хотелось бы снова ощутить вкус к жизни, радость к жизни, потому что тогда, когда мы находимся в таком беспечном состоянии, ни о чём, как говорится, не заморачиваемся, да, то нам жизнь кажется мёдом. Этого хочет каждый человек. Абсолютно. Это может быть новое знакомство, кстати. Это может быть новое знакомство. Смотрите, если это новое знакомство, то как раз-таки отношения с вами, они позволят ему уйти от каких-то неприятностей, или забыть о тяжёлом разрыве с кем-то, потому что на дне колоды десятка мечей. Если это новое знакомство, новые отношения, только что зарождающиеся, то есть здесь есть надежда на то у него, что у него будет облегчение, эмоциональное, внутреннее облегчение. Если эти отношения имеют уже свою историю, то опять-таки хотелось бы вернуть, и здесь человек может просить высшие силы для того, чтобы начался вот тот процесс общения. Вообще эти отношения, вот если есть история между вами, понимаете, завязывалось всё как-то, ну он считает, развивалось всё очень медленно, медленно. Но вот эта медлительность, она дала свои плоды, потому что эти отношения с вами, они стали для него важными в его жизни. И они, возможно, даже как-то повлияли, девочки, на него. А повлияли как, я вам сейчас скажу. Вскрылись его подсознательные процессы, вскрыл... Тут интересно. Вскрылась его какая-то давняя мечта, возможно, то, что он хотел когда-то создать, сделать для себя. Может быть, человек чем-то хотел заниматься, и, вот, я не знаю, там, на самолёте летать, прыгать с парашютом, я не знаю, в подводные лодки, неважно, девочки, всё, всё, что угодно здесь может быть. Вот эти отношения, они как раз могли разбудить в нём что-то закрытое, долго сидящее в нём внутри, и которое не выходило из бессознательного. Такой момент здесь может быть. И, безусловно, это его вдохновило. Это благодаря, девочки, вам. И здесь произошёл вот этот вот маленький сдвиг. то ли с вашей стороны вы как-то его подтолкнули на это. Скорее всего, с вашей стороны это было. Вы подтолкнули ему на это, как дали новое такое, знаете, дыхание, что у него может реально получиться осуществить какую-то свою давнюю мечту. Ещё. Что здесь может быть? Вы являетесь той женщиной, которую, возможно, он когда-то видел в своём сне. Ваш образ. И для него это, знаете, с одной стороны любопытно, интересно, а с другой стороны это шок. Вы ему кого-то напоминаете. Ещё раз повторюсь, человек вас видел в снах, либо вы ему напоминаете кого-то из его рода. Может быть, там бабушка, прабабушка. Я не знаю, девочки, но однозначно вы на кого-то похожи. Давайте посмотрим. Всё-таки его мысли о вас. Его мысли о вас. Тогда, когда человек проснулся. Его мысли о вас. мысли мои скакуны. Но тут в мыслях, честно говоря, некий хаос. Мысли очень глобальные, мысли очень важные. Девочки, у него, скорее всего, идёт внутреннее сопротивление, внутренний такой, знаете, раздрай по поводу того, что он начинает понимать для кого-то, что между вами уже точка. Вы не захотите с этим человеком начинать новый цикл взаимоотношений. Понимаете, о чём речь? И если, к примеру, это новые отношения, зарождающиеся отношения, да, то здесь человек торопится, вот реально торопится с вами быстрее сблизиться, он видит опять-таки в вас очень мощные ресурсы, потенциал для того, чтобы ему забыться и как бы отпустить прошлые какие-то ситуации. Девочки, не обязательно это могут быть взаимоотношения с кем-то, да, произошло завершение, может быть, какая-то неприятная ситуация, может быть, человек, я не знаю, там попал в какую-то такую историю, где последствия, ну, на нем очень жестко отразились, это могло опять и ударить по его внутреннему состоянию, то есть психосоматика здесь однозначно присутствует, да, также это на физике могло отразиться, человек мог сильно заболеть, что-то произошло, и вы именно тот человек, который может его сейчас помочь, ему спасти, его вывести из этого какого-то печального состояния, болезненного состояния, но все-таки если у вас есть история взаимоотношений, да, то здесь человек злится, что вы больше, вероятнее всего, не захотите с ним как бы начинать новый этап, новый цикл, так же думает человек появится быстро, молниеносно в вашем пространстве, на эти мысли, понимаете, если он появляется в вашем пространстве, у него нету стопроцентной гарантии, что он получит именно ту реакцию от вас, которую ожидает, то есть сейчас я хочу вот прям видеть ее здесь и сейчас, а с другой стороны в этом нет никакого уже смысла, тут хочу, не хочу, его, его, честно говоря, прям тормошит, давайте посмотрим его мысли о вас в течение дня, его мысли о вас в течение дня, что думает, его мысли о вас в течение дня, человек может предполагать, что у вас могут происходить какие-то вообще какие-то новые процессы и это может касаться работы, вот вы несетесь стремглав куда-то, девочки, вы чем-то сейчас прям очень чрезмерно заинтересованы работой, какими-то своими процессами, проявлениями, творческими проявлениями и так далее, вот здесь вот он видит вас больше такой жизнерадостной, он знает, что у вас все хорошо, он знает, что у вас все прекрасно, если, допустим, к примеру, у вас есть дети, то вы больше сейчас сконцентрированы на на воспитание, на взрослении своих детей, то есть вы прикладываете колоссальное количество усилий, и каким образом вы становитесь наравне со своими детьми, то есть вы входите в их энергию, я не знаю, может девочки, он вас видит, что вы где-то время очень много проводите со своими, так сказать, ребятишками, да, может быть, вы куда-то ходите, на какие-то мероприятия посещаете, может быть, у вас намечено какое-то мероприятие, и он знает, что вот сегодня вы поедете туда, к примеру, да, и вы постоянно живете интересами, и вы становитесь интереснее, вы становитесь моложе, вы более активные, вы более подвижные, какие еще у него мысли по поводу вас, девочки, все-таки человек хочет к вам прорваться, допустим, если он с вами давно не виделся, да, ему хочется побыть в лучах вашего, вашей энергии, потому что вы солнышко, вы для него солнышко, вы яркое, вы в хорошем расположении духа, он знает, что с вами тепло, с вами хорошо, с вами счастливо, ему хочется приблизиться к вам, на дне колоды еще туз чаш, еще раз, если это новое знакомство, то есть интерес предложить вам свидание и открыто, с душой, да, возможно, это по импульсу, да, возможно, это здесь и сейчас, девочки, не факт, что это будет прям на долгосрок, как говорится, вот такой у него потенциал по отношению к вам, но на сегодняшний день человек рвется приблизиться к вам, ему интересны вы, интересны общения с вами, коммуникация, поэтому однозначно у мужчины есть желание, и причем яркое желание, и оно увеличивается с каждым часом, с каждой минутой приехать к вам, увидеться с вами, встретиться с вами, такие мысли, что человек будет думать о вас на ночь глядя, у кого-то действительно может состояться свидание с этим человеком, его мысли о вас на ночь глядя, тяжелые мысли, мысли тяжелые, для кого-то будет такое состояние, хочется еще верить и надеяться, что он любимый, если это зарождающееся знакомство, девочки, смотрите, здесь человек может благодаря вам какой-то вашей проницательности, вашей мудрости, вашей неторопливости, вашей манкой притягательной энергии, человек действительно может начать себя чувствовать как бы словно в своем ресурсе, наполняться, вы для него загадка, мы все прекрасно знаем тогда, когда женщина для мужчины загадка, ее хочется читать, ее хочется испить, понимаете, по верховной жрице, вы та женщина, которую испить до дна невозможно, но это бесполезно, никому еще никогда не удавалось и никогда ни у кого не получится, поэтому здесь человек словно наполняется вами, здесь может прокручивать встречу, допустим, если у вас в нем состоялась встреча, то он будет себе смотрите, задавать вопросы, почему она так сделала, почему она так ответила, и это ему будет все дюжи любопытно, это будет ему интересно, ему будет хотеться с вами еще больше и больше общения, и здесь у него происходит измененное, как бы изменение, сознание меняется. Если, допустим, к примеру, девочки, у вас не будет никакой встречи, не получится, человек не сможет, допустим, как-то все-таки появится в вашем пространстве, мало ли какие могут быть, понимаете, он в течение дня рвется, он действительно может искать с вами встреч, но он может не найти вас в том месте, где, допустим, он надеялся на это, и вечером для него это будет немножко такое вот состояние печали, скорби, я ее не нашел. И у него вот такая вот все равно щемящая тоска, и еще больше эмоциональный фон будет в нем расширяться. Король чаш, туз чаш, вот он словно через, давайте так, через ментал, через будет стараться пробиться в ваше пространство для того, чтобы почувствовать даже ваше тепло к нему. Насколько вы к нему как бы открыты, я не знаю, но он будет хотеть реально прям прочувствовать вас через расстояние. Вы можете даже, девочки, почувствовать на ментале, ну или как-то интуитивно, да, что человек действительно о вас думает сейчас. Вы его почувствуете, потому что у него все мысли о вас. Да, у него если у него не получается с вами встретиться, то ему некуда выплеснуть вот тот накопленный эмоциональный потенциал, чувственный аспект, да, некуда. И он будет передавать его вам через пространство. И вы это почувствуете. Его самая главная мысль, которая не дает покоя. Его самая главная мысль, которая не дает покоя. Это касается вас. Самая главная мысль. Неужели это финал? Неужели это конец? Неужели между нами больше ничего не будет? А может быть, это все-таки пауза? Он не хотел бы такую справедливость? справедливость? Давайте так. Он не хочет такую справедливость. Он хочет продолжения с вами, девочки. Он хочет энергообмена. Он хочет с вами, он вернее желает получать от вас все то, что он получал ранее. спасение. Если здесь, к примеру, все-таки у вас новое знакомство и вы с этим человеком только погружаетесь в отношения, то он боится на самом деле, чтобы это не закончилось. Еще раз повторюсь, потому что человек в вас видит некое спасение. Иногда, когда действительно нам плохо, реально плохо, высшие силы направляют именно тех людей, которые помогут нам выйти из такой эмоциональной ямы. Это нормально. Мы нужны друг другу. Мы необходимы друг другу. Поддержка она должна быть всегда. Потому что высшие силы нас всегда поддерживают. И мы люди желательно, чтобы тоже друг друга поддерживали. Как можем? Чем умеем? На что способны? И девочки, если, допустим, действительно у вас сейчас такая миссия помочь человеку воспрянуть духом, помочь человеку поверить в самого себя, помочь человеку поверить, что счастье действительно может быть, радость тоже может присутствовать в его жизни. Это самое, наверное, благостное, что вы можете сделать для кого-то. И здесь человек сетует за то, чтобы все-таки он почувствовал, что жизнь полна прекрасного и хорошего. Он хочет некой справедливости, то есть он заслужил девочке это счастье с вами. Дальше как у вас будут развиваться отношения, это другая совершенно история, но здесь мужчина в сегодняшнем дне полагается на вас, что вы его спасете. Иногда нас, девчонок, ну, женщин, да, я имею в виду, мужчины тоже спасают поддержкой. Кто-то хорошо поддерживает, кто-то не очень, но не важно, все равно поддержкой. И мы начинаем верить в себя, мы начинаем двигаться, мы начинаем что-то создавать, мы начинаем пробивать какие-то свои личные потолки, то есть у нас идет рост. И здесь человек тоже хочет, чтобы у него был свой личностный рост. Это хорошо, и вы как раз можете этому помочь. Для тех, у кого все-таки непонятная ситуация, а для кого-то уже и понятная, что точка разрыв, опять-таки не хочет девочки вон этой точки. Вообще не хочет. ему очень больно и печально, если действительно так распорядится судьба, и между вами вообще больше никакой коммуникации не будет. За это человек действительно прям болеет, прям реально болеет. Десятка мечей девочки сегодня не выходит, она постоянно появляется, все-таки она вышла в раскладе. Вы для него дороги. И неважно, какие у вас там были взаимоотношения, как он к вам относился, девочки, вы для него по-своему дороги. Но это не значит, что вы должны сейчас, как говорится, бросать все свои дела, теряя тапки, бежать навстречу к этому человеку. Нет, мы просто считываем информацию и стараемся понять, какие процессы вообще происходят у вашего загаданного человека, и это связано с вами. Просто знайте, человек очень сильно переживает, болеет, если между вами разрыв окончательный. Вот так сегодня девочки показали карты. Пожалуйста, подписывайтесь на Дзен, Яндекс.Дзен и на Рутуб канал, потому что, я не знаю, получится, загрузить не получится. Если вы уже смотрите с Рутуба и либо с Яндекс.Дзена, как говорится, рада вас приветствовать. Огромное спасибо, что вы со мной. Желаю всем вам благополучия, желаю всем вам процветания и взаимной любви, девочки. Всего доброго, до новых видео.